Все как в армии. В детском лагере «Колос» начал работу военно-спортивный лагерь «Юнный спецназовец». В смене около 30 курсантов в возрасте до 16 лет. За 10 дней ребята получат первые навыки армейской службы. Ствол нужно держать, правый коз, левый за ствол. Стрельба из винтовки, разборка и сборка автомата Калашникова, рукопашный бой и бокс, выполнение нормативов по надеванию противогаза и, конечно, строевая подготовка. Такому в школе не научат, говорят курсанты. Жизнь в полевых условиях, ранний подъем, зарядка и спортивные занятия по усложненной программе. Это лагерь для сильных духом, говорит воспитанник Никита Осипов. И это, по словам юноши, парни доказывают ежедневно. Меня научит этот лагерь бегать, отжиматься, уважать старших, уважать младших. В этом лагере нас учат защищать родину, драться. Несмотря на то, что мне 14 лет, я уже готов к армии. Я тут первый раз, и меня уже научили правильно маршировать, ходить правильно строем, строевым шагом. По словам организаторов, военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» – это кузница патриотов. Если есть свободная минута, курсанты учат песни о родине. Все готово отстоять! Россия, любимая моя! Сегодня к ребятам приехали гости – сотрудники аварийно-спасательной службы и представители Союза ветеранов спецназа. Курсантам показали, какое оборудование применяется при спасении на воде. Познакомили подростков с различными видами спецсредств. У ребят была возможность подержать учебное оружие, примерить каски и костюмы. Я вижу по ним, что их очень сильно заинтересовало, и это очень нравится. Поэтому в дальнейшем также планируем приезжать, рассказывать. Навыки, полученные в военно-спортивном лагере, пригодятся курсантам. В армии утверждает председатель Союза ветеранов спецназа. Эти молодые ребята, попадавшие в армейские подразделения, попадали в спецподразделения. Многие из них, учитывая их какую-то малую подготовку, они служили достойно в своих боевых подразделениях, спецподразделениях. Прибывали домой, и это им пригождается. Юных спецназовиц по конца смены ждет насыщенная программа на свежем воздухе, полноценное питание. По окончании каждый сдаст нормативы по стрельбе, подтягиванию и по строевым приемам в движении. Татьяна Захарова, Игорь Яковлев, Стерлитамак, Служба новостей.